Эфир ТВ-21 продолжает деловая среда в студии Пётр Широбоков. В Мончегорске и его окрестностях специалисты ожидают значительное улучшение экологической обстановки. Закрытие плавильного отделения металлургического цеха Кольской ГМК позволит сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн в год. В конце февраля в металлургическом цехе Кольской ГМК были остановлены отражательные печи и конвертеры, а 1 марта произведен последний розлив медных анодов. Меди плавильное производство Кольской ГМК было запущено в работу в 1979 году и за почти 42 года цех выпустил более 3 миллионов тонн анодной и около 2,5 миллионов тонн катодной меди. Основное наше сырье – это сульфид меди, который первоначально в отражательной печи расплавляется с получением медного штейна. Затем медный штейн в жидком виде заливается в конвертер. В вертикальном кислородном конвертере происходит конвертирование медного штейна с помощью технического кислорода. При этом сера из расплава выжигается, а медь окисляется до оксида меди. Жидко-черновая медь после процесса конвертирования также в жидком виде заливается в анодную печь, где происходит процесс восстановления меди с помощью мазутной форсунки, и восстановленная медь развивается на медные аноды. Медные аноды в дальнейшем транспортируются в электролизное отделение, где загружаются в электролизные ванны, где происходит уже электролитическое рафинирование меди с получением медных катодов. Прекращение работы плавильных агрегатов – это первый этап остановки медной ветки компании. На втором этапе в начале апреля, после выработки накопленных остатков незавершенного производства, прекратит работу электролизное отделение. Затем начнется зачистка производственных помещений и металлургических агрегатов от медь содержащих материалов. Весь концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, будет отправляться для производства готовой продукции в заполярный филиал Норникеля. Для этого задействует узел отгрузки концентрата рафинировочного цеха Кольской ГМК. Я здесь в металлургическом цехе работаю на протяжении 9 лет. 2 апреля исполнилось ровно 9 лет, как я здесь. Около года уже являюсь начальником отделения этого плавильного. Сам по специальности металлург имею профильное образование. И, конечно, немного жалко, что классические периметаллургические процессы меди, но здесь на Кольской земле потихонечку уходит с закрытием этого цеха. Есть небольшая грусть, но в то же самое время мы понимаем, что достаточно сейчас высокие экологические требования, и на смену немного устаревшим технологиям должны прийти новые современные производства. Новое медиарафинировочное производство будет строиться по новой, более экологически чистой технологии – обжиг, выщелачивание, электроэкстракция. Эта технология исключает производство жидких расплавов, что, в свою очередь, резко снимает нагрузку с окружающей среды. По новой технологии медный агарок будет растворяться и отправляться на электроэкстракцию для получения чистой катодной меди. Специалисты выделяют сразу несколько преимуществ такой технологии. Мы планируем построить медиарафинировочное производство с более мощным производством меди. Утилизация серы при производстве медного агарка будет составлять более 99%. То есть воздействие на окружающую среду минимальное. При этом мы получаем катодную медь, даже чуть более чистую, чем сегодня. То есть она более востребована в мире для производства электротехнических приборов и деталей. Металлургический цех Кольской ГМК в Манчегорске – это устаревшее с точки зрения требований экологии подразделение компании. Его закрытие является очередным шагом Норникеля в реализации комплексной экологической программы, призванной существенно сократить воздействие на окружающую среду на всех производственных площадках. Ранее компания уже закрывала крупные устаревшие производства. Никелевый завод в Норильске в 2016 году и плавильный цех в Никеле в 2020. В совокупности остановка плавильного производства Кольской ГМК в Никеле и металлургического цеха в Манчегорске приведет к снижению выбросов диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85% по сравнению с 2015. Закрытие металлургического цеха затронет порядка 700 работников в Кольской ГМК и компании «Печенгострой». Сотрудники, которые приняли решение прекратить трудовую деятельность, получат все предусмотренные законом выплаты. Для тех, кто продолжит работу в компании, предусмотрены возможности переобучения, помощь при переезде, если это необходимо, сохранение достигнутого уровня заработной платы на год, а также адаптации на новом рабочем месте. Я иду дальше работать в РАВцех, также плавильщиком, продолжу свой трудовой путь по этой же профессии и буду дальше также работать. Это была наша версия заметных деловых новостей недели. С вами был Петр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова